Ты готова сразиться? Я могла не приходить, собственно говоря. Не, наоборот. Серьезно? Да. О май гад, ты кровосися. Вау! Наверное, фильм классный, посмотрите. А ты будешь смотреть? Не знаю. Поехали! Вы офигеете. Ну что, Ярик, привет. Лиза! Ярослав! Новое шоу на Вока Вока. Ты готова сразиться? Нет. Я знаю, что ты меня выиграешь. Ты знаешь все фильмы. Если будут мультики или сериалы, ты победишь. Ты же вчера посмотрела с Николасом Кейджем фильм. У тебя был марафон, да? Я просто люблю Николаса Кейджа. Это краж детства. И я решила посмотреть фильм, который, оказывается, я не смотрела почему-то. А я смотрел все фильмы с Жаном Рено и удивился, что Жан Рено играет всегда Жан Рено. В каждом фильме. Это прям удивляет. Ну, у нас сегодня есть шанс угадать фильм с Николасом Кейджем. Да, надеюсь, сейчас по французской волне новой пройдемся. Хай, Мувик! Приветствую! Вы на канале Вока Вока. Я интерактивный помощник Мувик. И сегодня мы сыграем в кинобаттл. Елизавета, я слышал, что пользователи интернета называют вас госпожа. Нужно ли мне обращаться к вам так же? Нет, можно просто Лиза. Хорошо, госпожа. Сейчас я расскажу вам правила игры. Итак, в нашей игре вас ждет пять раундов с вопросами на тему кино. В каждом раунде вы зарабатываете призы. Забирает свои призы тот, кто побеждает в финале. Можем начинать? Мы можем начинать по вашей команде, госпожа. Угу. Какая команда должна быть? Люги Гехаммер внеси. Поехали! Ну. Раунд первый. Я буду показывать вам стоп-кадры из кинофильмов. Вам нужно угадать эти фильмы. Давайте попробуем. Поехали. Звучит легко. Клип шансончика какого-то про свадьбы. Это что-то современное. Это Кристендан сбоку. А, это жизнь Бенджамина Баттона? Нет. Просто маленькие мальчики, взрослые женщины, невеста одна из них. Я не знаю, давайте просто скажу, потому что тут есть Луна, королевство полной Луны. Мы не знаем, наверное. Я первый раз вижу этот кадр. Мы пасуем. Вау. Ты знаешь только фильм? Нет. Нет, я слышала, но я не смотрела. Угу. Это «Сумерки». Серьезно? Да. Где он выходит на свет, его почему-то начинает колбасить, и он стоит «А-а-а-а-а». И она такая «О май гад, ты кровосиси». Вот. Я почему-то запомнил эту сцену. Ответьте мне, зачем столетним вампирам в школу ходить? Потому что он выглядит как ребенок, ему нужно маскироваться под окружающую среду. Не знаю, я бы дома сидел. «Пролетая над гнездом кукушки». Кукушки. Джек Николсон, всегда Джек Николсон, кстати. Ну, это Джокер. А, так длиннее. Это «Темный рыцарь». Да. Это что-то опять современное. Нет. А, да. Фильм последний на Оскаре был, где женщина из трех билбордов. Да, я поняла, но я не помню, как он называется. Тоже там длинное название, по-моему, тоже три слова, что-то такое. Нет, по-моему, одно слово. Я, наверное, пасую, ладно, не буду тянуть жвачку. Пас. Да, это он. Да. Это «Американский психопат». Хороший фильм. Я знаю. Очень позитивный. Я даже не представляю, что он. Жизнеутвердающий. Забирай. «Двое я и моя тень». Вау! Это из своего детства, потому что… Прикольно. Что-то из 53-го была? Да. Это «Брат» первый, да? Угу. Класс, только кадры размытые. Это что, я даже не понимаю, кто за актеры. Я по Бутусову понял. Это был Бутусов? Я вообще не поняла, кто это. Это «Теннет». Ну, «Довод» Кристофера Нолана. Такой себе фильм, на самом деле. Боже, как он называется. «Эйс Вентура». «Роза домашних животных». Раунд завершён. Ярослав, 6 баллов. Елизавета, 2 балла. Как неожиданно. Елизавета, пока ваше положение примерно такое же, как и у «Эйс Вентуры» из «Последнего вопроса». Ярослав, выбирайте приз. Все призы я заказал в онлайн-гипермаркете «21-й век бай». Ты как Витцин, горшок самый нижний вытянул. «Фен плюс Тайлер Филлиц». Надо как «Что, где, когда» показывать? Из «Минской» прислали вопрос. Поздравляю тебя. А коробочки можно с собой забрать? Правило второго раунда. В этом раунде вам нужно назвать фильм по актерскому составу. Я могла не приходить, собственно говоря. Не, наоборот. Я вообще актеров не помню. Ну ладно, давайте попробуем. Ну, не знаю. «Ночь в музее». Нет, это «Уолтер Митти». Я только по… «Какая-то жизнь Уолтера Митти». Шун Пен, он же в конце был фотографом. И да, это очень красивый фильм. И очень офигенный. Захотел в Исландию после этого? Нет. Это надо из дома выходить. Миссия невыполнима. Нет. Прикинь, если это ванильное небо, а просто женщины так поменялись. Нет, а как это «Где он в космосе летал», я забыла. Это… Несколько фильмов есть. «Элизиум». Нет. Где еще Том Круз играл? Есть фильмы, где он не убивает людей? Подожди. «Пас». Подожди, как будто… Есть Николь Китмен, помню. Какой-то музыкальный фильм. Типа «Мулин Руш». Я по актеру, который слева вспомнил, что он там играл. Красава. Кто все эти люди? Это «Матрица». Нет, нет. Это дочка Стива Тайлера. Это… Вилл Смит хотел сказать, агент Смит. Потом… «Подсос Жека Воробья». «Пирата Карибского моря» или он там не снимался? Да. И… И «Королева» наиграла. Нет, это она в «Бенджамиле Бадене» снималась. Да. Я забыл ее имя. Так, что это за фильм? «Армагеддон». Нет, какой «Армагеддон»? Да я по… Там локтер. Там только одна девушка была. Риф Тайлер, да. Только что мне делать, если я не знаю. Ну, давайте пас, мы сдаемся. Ааа, класс. У нас есть мем внутренний в общевозе про «Властелинных колес». Ноль. Никто его не смотрел? Да, вообще. Ты, кстати, смотрел? Если бы у меня было 6 лет лишних, посмотрел бы «Властелинные колеса», так? Это «Бёрдман». Классный фильм. Классный фильм. Снят суперкруто. Майкл Киттен. Ну и плюс… Мовик. Кто снимался в «Бойцевском клубе»? Эдвард Нортон. Да. И плюс Эдвард Нортон вообще. Он там играет отрицательную личность в мире кино. И все говорят, о, Эдвард Нортон сам себя сыграл? Класс. Эээ, «Факеры»? Нет? Лиза. А вот это «Ночь в музее». Ааа, блин. Там снимался… Там, по-моему, вторая часть. Там снимался Фредди Меркурий? Там, где Фредди Меркурий играл этого… Имхотепа или что-то было. Ааа, точно было такое. О, это… Этот, «Железный человек». Нет. Это «Железный человек без костюма» и к.а. «Адвокат», по-моему, так называется. А это девочка из «Сплетницы». Неверно. Подожди, если не адвокат, то… Судья. Да. Наверное, фильм классный. Посмотрите. А ты будешь смотреть? Не знаю. Ладно. Так, это Джут Ло. Да. Это «Портмен». Да. Джулия Робертс и какой-то мужик, которого я не помню, как зовут. Он в «Дитя человеческое» играл и в «Пристрели их». А что это за фильм? Это не «Красотка». Это не «Леон». «Мисс Конгениальность». Ну, мало ли там «Маленькая Портмен» играла. Было бы круто, если бы ты угадала. Ааа, этот «Джут Ло», как «Красавчик». «Красавчик Ауфин»? «Красавчик»? Нет. Нет? Ну, может, «Чёрный лебедь»? Нет. Ну, мало ли там Робертс эпизодическую роль сыграла. Я не помню. Так от «Джут Ло» там где был. А я что помню? Я вообще этот фильм смотрела в последний раз, когда он вышел. Ааа. Ааа, «Стар Ворс». Блин, там вряд ли Джулия Робертс снималась. Там сейчас все комментаторы застрелились. И фанаты «Чёрного лебедя», и «Стар Ворс». Давай ещё «Властелин колец» и «Матрицу» назови. А там не снималась «Портмен» в «Властелин колец». Ааа. Ладно. «Мовинг». Что это за фильм? «Пас». Не знаю. Ты знаешь? Да, это когда два человека вместе, типа, чувствование. О! Правило съёма «Метод Хитчи». Да. Где Билл Смит играет Вилла Смита. А, во всех фильмах играет Вилла Смита. Да, да, да. Нет, он где-то играет… Прямо «Чёрный…» «Люди в чёрном» он играет. Нет, он где-то играет грустного Вилла Смита. Где-то злого Вилла Смита. Семь жизней, например. Ярослав, есть актёры, которые играют не сами себя? Да. Например? Кристиан Бэл, например. Он играет Бэтмена-психопата. Нет, нет. Там же много разных фильмов. Это мой любимый фильм, который я всем советую. Это «Счастливое число» Слевина. Это топ-1 всех фильмов, которые могут быть. Это и комедия, и триллер, и где-то экшн-боевик. Вообще класс. Посмотрите этот фильм. Это суперфильм. Главное наставление вам первые 25 минут перетерпите. Вы будете думать, что вы какую-то комедию смотрите. Но потом вы офигеете. Раунд завершён. Подводим итоги. 1-10, вот так вот счёт. Ярослав, 6 баллов. Опять? Это превосходный результат. Елизавета, вы играли в этом раунде? Нет. Я не успел заметить. Жесть. Робот буллит нас. Сейчас от сети отключу. Елизавета, 1 балл. Елизавета, хотите я подниму вам самооценку? Вам нужна небольшая, лёгкая победа. Давайте помогу с этим. Угадайте, чья это песня? В кулачке моём звезда к уху приложу звенит. Это правильный ответ. Елизавета, вы молодец. Давайте. Кинобаттл. Это вам не песенки отгадывать. Тиняя коробка. Давайте перепишем игру. Давайте последние три треки будут. Выбирайте приз, Ярослав. От кого призы? От онлайн гипермаркета 21 век бай. Спасибо, Ярослав. От онлайн гипермаркета 21 век бай. О, вертикальный пылесос. О, класс. Везло тебе. Играем раунд номер три. Здесь я вам буду включать аудио отрывки из кинофильмов. Жмите на кнопку, если угадали, что это за кино. Причём оригинальное, прикинь, без озвучки. Начинаем. Мыть посуду должен дикон. Стрелочка здесь уже лет пять висит. Я для кого графики рисовал? Ты крутой парень, но у всех должны быть свои обязанности. Ну, спасибо, что ты признал меня крутым. Он не об этом, ты совсем ничего не понял. Это фильм Тайковой Тити. Реальные упыри. Да, класс. История. Он снял там за банку пива и чипсы фильм этот. Просто его... Он развирусился, и студия увидела этот фильм. Просто дала ему кучу денег. Ну, не кучу денег, побольше денег. И он просто с хорошим бюджетом это переснял. Я бы рад вам рассказать, но боюсь не смогу. Оно как бы само собой происходит, ну... Что ты понял по этой фразе? Это Человек-паук. Ага. Последний самый, по-моему, через... Да, это он когда объясняет... Почему у него паутина из рук бывает. Да, там встречаются три Человека-паука. Я не смотрела вообще Человека-пауков тех, кроме... А я вот тебе расскажу. Кроме которых он самый первый. И у двоих Человек-пауков, у Тома Холланда, и у лучшего Человека-паука Эндрю Гарфилда эти картриджи, а у него вот это вот. Я смотрела. Они такие, что, как? А ты только из руки можешь? Это последний, где они еще трое. Да, по-моему, момент этот. Ярослав, простите, вы сказали, что лучший Человек-паук это Эндрю Гарфилд? Да. В плане и Человека-паука, и в плане фильмов. Несмотря на то, какие скудные фильмы по Человеку-пауку, но все равно. Что ж, Бог вам судья. Да, я тоже не псих. Вот человек у меня с прибабахом. Знаешь, приношу дохлую птицу, выбрасывает. Приношу дохлую птицу. Тайная женщина. Домашнее животное? Там Харламов жирного кота озвучивает. По-моему. Или собаку. Граф оберегает жену. Графиня и паука в спальне не смогла бы убить. И хватит уже прикидываться. Вы не австриец. Поехали. Графиня Дамонсаро. Убийство в Восточном Экспрессе? Ненавижу этот фильм. Сам фильм как история супер, но проблема в том, что там в начале для зрителя показывают вот момент с этим убийством. И от лица... Пуэр. Да, Пуэр. И он смотрит и видит, что сидит охранник. И, типа, ничего не происходит. А в конце тут... Это, вставьте, на монтаже спойлер жесткий. Выясняется, что все участвовали в убийстве, в том числе и охранник. Я вот просто сидел и думал, так, подождите. Вы вначале показали, что он никуда не ушел. То есть изначально меня как зрители обманули, чтобы финальный этот... Твист сработал. И мне такое не нравится. Когда обманывают зрителя. Нарочно. Вон там завод. И черное пятно. Все эти места соединены канализационными трубами. Это фильм. Это мой сериал. И трубы эти встречаются в колодезном домике. Это дом на Нейблд-стрит. Ненавижу это место. Чё? Оно как будто следит за мной. Это ужастик какой-то. Вот там я его и увидел. Может, это оно? Но я не смотрела. Я просто логически про канализации подумала и про детские голоса. Вообще не смотрела. Я не люблю ужастики. Не смотрела ужастики. Да, я не люблю этот жанр вообще. А что там? Просто приходит клоун и всех гасит? Ну, я не знаю, наверное. Я кучу моментов смотрел и не понимал, что происходит. Там еще шарик и мальчик в плаще. Мувик, есть время. Зачитай сюжет. Полтора часа сейчас посидим. Практически все, с кем я сталкиваюсь в музыкальной индустрии, говорили, что с таким большим носом мне ничего не светит. Я предположу, что эта звезда родилась. Да. Ну, давайте, наверное, может Лизя... Чего, ты нажал? Ну, да. Как будто ты ему подсказала. Я сразу Гагу приставила. И все. Вы Сэпер Мортон. Серийный номер НК 685. Это мой второй любимый фильм. Бегущий по лезвию 2043. Три. Да. А, блин, это... Хоть там и играет Райан Гослинг, а.к. Полена, но... Вот-вот. Райану Гослингу надо репликантов играть. Это просто супер. Очень красивый фильм. Офигенная концовка. Обожаю. Дэни Вильнев. Напиши мне. А первый Бегущий по лезвию? Первый Бегущий по лезвию надо очень сильно дотерпеть. Ярослав очень сильно советовал. Я три раза пыталась посмотреть. Все время засыпала. Так и не досмотрела. Да, надо вот первый перетерпеть. Британец, да? Да. Первый раз в Нью-Йорке? Да. Что-то съедобное везете? Нет. Живность? Нужно починить замок. Нет. Если замок и досмотр, плюс вот такой вкусный голос. Голос как будто бродопитр какой-то. Нет. Это твари фантастичные. Да. Тоже не смотрел. Нет, не смотрел. Но прикольно. Какие ты угадал? Я вообще подумала какие-то пингвины мистера Поппера. У него сразу животные. Досмотр. Покупаешь машину для побега. Через интернет. Самую обычную. Дешевую. За наличные. Нужно создать особый образ, чтобы люди по-настоящему оплакивали тебя. А все просто обожают. Это исчезнут все. Исчезнут все. Я вообще не понимаю этот фильм. А мне нравится. Как они ходят на таких каблучищах, Джо? Как они сохраняют равновесие? В джазе только девушки? Я не сомневался, что ты должна была сомневаться. Я, кстати, недавно пересматривала все фильмы с Мэрлин Монро. Вообще посмотрела фильмы документальные про ее жизнь. Дичь, короче, какая-то, если честно. Раунд завершен. Блин, быстро. Ярослав, 7 баллов. Капец ты даешь, конечно. У меня 3. Елизавета. 3 балла. Это гораздо лучше, чем в предыдущих раундах. Елизавета, вы молодец. Но пока без призов. Ярослав, выбирайте свой приз. Автонобиль. Соковыжималка. Пьешь сок? Теперь будешь? Да. Играем раунд номер 4. Сейчас будет вообще 10-0. Правила этого раунда. Я показываю вам силуэты киноперсонажей. Вам нужно назвать имена персонажей. Вообще ноль. Начинаем. А я не знаю. Убить Билла. Я не знаю, как ее зовут. Я... Беак... Беактрискидо. Блин. Засчитайте. И так сойдет. Черная мама это... Да. Это ее кликуха. Атака в оригинале... Да. Зачем ты это знаешь? Помнишь? Имя ее. Это чужой? Наоборот. А... Тигр какой? Хищник. Да. Это... Джин Джори. Ты помнишь, да? Лара Крофт. Молодец. Лиза рвет. Ну это... Это Энди Серкис. Ну это голум. Да. Шмыга. Это Джессика... Джессика... Джессика. Джессика с красными волосами. Рэббит. Джессика Рэббит. Я очень давно смотрел. Почти не знаю. Мне кажется ему миллион лет где-то. Это Белль. Красава. Я же говорю мультики-то мое. Это Эдвард Руки и Ножницы. Твой любимый, кстати, режиссер. Да, мой любимый режиссер и актер, да. Просто Ярик ненавидит. Эдди Крюгер. Да. Это ведьма. Это это. Гарри Поттер. Старуха. Зергиль? Прикинь, какая это старуха. Вы угадали. Как ее? Гарри Поттера? Да, она еще в киску превращалась. Мадам. Брошкина. Нет. Пиду. Пас. Минерва. Маконахи. Я не знаю, как я зовут. Это Харли Квинн. Подруга Джокера. Да. Раунд завершен. Ничего. Елизавета. 5 баллов. Ярослав. 4 балла. Елизавета. Теперь вы можете окунуть свою руку в подарки. В чашку с чаем. Выбирайте приз. Так, барабанная дробь. У меня умные часы. О. Ввиду прочим. Часы – это хорошо, Лиза. Мы играем решающий пятый раунд. У меня вопрос. Кто лучший в мире художник? Мувник? Эльдар Бугунов. Ладно, это я для Олдов сказал. Лучший в мире художник – нейросеть. И в этом туре я покажу вам пять постеров к фильмам, которые нарисовала нейросеть. Вау. Вам нужно назвать эти фильмы. Три. Два. Один. Играем. Так, это какой-то… Трансформеры. Блин. Блестяще. Синий цвет. Я изначально подумал про Оптимуса Прайма. Потом, смотрю, лицо, машина. Явно что-то живое. Но я сначала подумал про паровозик Томас. И синий поезд. Но почему-то тут фура. Синий трактор. Что? По полям, по полям. Синий трактор едет к нам. Да. Тут написано даже. А это где? Я подумала, что это мир юрского периода. Нет. Парк юрского периода. Ну, это Годилла. Ну, это такой вариант у меня тоже был. Почему Бог? Годилла – это, по-моему, был первый фильм, когда я плакал. Когда в конце убивают Годиллу и находишь, что там куча яиц и ее детей. Я просто помню вообще ребенком я… Там, по-моему, вообще PDD песня была. А там… На какой-то ACDC или на Black Sabbath какой-то типа ремикс. Ну, какой-то, короче, классическую рок-группу. Прикольно. О, ну это легко. Забирай. Почему? Я не знаю. Потому что это Аватар. А-а-а. Тупо синий цвет, вот это лицо. У меня какая-то проблема с синими людьми. Я уже который раз не могу угадать, в каком фильме люди с синими лицами. Это очевидно. Больше таких фильмов нет. В смысле? Аватар и смурфики. Все, конечно. А, нет, еще же есть какой-то персонаж, который синий из супергероев. Это в 4 утра, дядя Олег. Ну, это… Бэтмен? Кстати, летучая мышь похожа на дракона. А, ну, на самом деле, можно еще подумать, что это фильм Константин. Очень сильно похожа. Нет, ну, просто вот арт очень похож. Может быть, это Ози Осборн? Да. Вау. Это… Боже мой. Это… А, ну, это понятно. Это «Храмное сердце». Точно. Говорят, кстати, что это супер вымышленный фильм. Ну, то, что он сам, как будто он открыл оригинальную историю. Так, ладно. Ну, в принципе, я усвоил основу. Можно переделывать. 95 будет. Угу. Раунд завершен. Ну, все. Ну, все, ты выиграл. Собираешь все. Ярослав, 4 балла. Елизавета, 1 балл. Ярослав, вы победили в этом раунде и во всем кинобаттле. Ура! Я рад. Сейчас вы можете выбрать себе еще один приз за победу в этом раунде. Субку перей, кнопку. А тут в каждой… А тут в каждой коробке приз? Я думал… Да. Я прям думал, о, как это так попадает? Подумал, что я обидел коробку, ту, которая упала. Набор для бара. Ура! Да, да! Так вот на руку. Этот подарок, Ярослав, добавляется ко всем тем, что вы уже выиграли в предыдущих раундах. Ярослав, забирайте все свои подарки и будьте счастливы. Все подарки для вас я заказал в онлайн-гипермаркете 21-й век Бай. Там более миллиона подарков и доставка по всей Беларуси. Сделать заказ настолько легко, что справится даже человек. Для вас, Елизавета, я заказал утешительный подарок – календарь Ере. Он сделает каждый ваш день особенным. И каждый день будет напоминать о поражении в кинобаттле. Слушай, ну робот у нас булить умеет. Ну что, Ярослав, я тебя поздравляю. Спасибо. Надеюсь, ты донесешь все это домой. Да, надо будет вызвать фуру. Можешь вызвать трансформер. Ох, да, с этим лицом. Точнее. Чтобы он завез тебя домой. Не, надо синего мужика вызвать. Сейчас, сейчас, родненький. Спасибо, что смотрели. Да, мы надеемся, вам понравилось. Сильно не ругайте в комментариях меня за то, что я не знаю фильмы. Да. И главное, вы подпишитесь. А, еще и вот наши ссылки будут снизу. Да. Игра завершена. Уходите. А сделайте на монтаже вот так. Ну, вот эту сцену начальную, и мы просто в реверсе. БАМ-бАМ Как в доводе. Из света вырубается. Надо вспыитесь. Да-да-да. А теперь вопрос для тебя. Что за фильм я загадал? Скорее пиши ответ в комментариях Кто первым ответит правильно, тот и заберет свой подарок. А, особенно интересное, смотри на Видео сервисе ВОКа. До встречи в следующем выпуске. Пока. Субтитры подогнал «Симон»